Друзья, здравствуйте! И вот все тропы исхожены, и вас тянет в шумный город. В Красотаре есть памятник обновленной России. Перед предпринимателем стоял задача, как сделать так, чтобы в случае нападения чиновников защититься и сделать ядовитым каждый укус. Не стал покупать стопку БМВ или яхт, он поступил хитрее. Он создал свой парк и назвал своим именем. Парк Галицкого. Это просто волшебное место для прогулок с детьми и назначения свиданий. Попросите свою даму прийти без макияжа и пройтись под фонтанами. Меня зовут Сергей Михайлов. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Ну а если вам нужен репортаж, спонсируйте. Это не горячий ключ. Это Краснодар. Парк Галицкого. Одно из восьми или десяти чудес света и Кубани. Человек вложил свои собственные средства, которые заработал на строительстве магнитов и построил вот такой замечательный парк и вот такой вот замечательный стадион. Ну что им двигало? Почему он эти деньги не вывез за рубеж? Скажите мне. Ведь бывает же такое, с кого нужно брать примеры и на кого равняться. Отличное место для детей. Вот тут в самокатах таких ездят. Ходят. Вот зайдем сейчас в тут парковую зону, посмотрим, что там. Около трех лет назад или пяти уже наблюдал, как садили эти деревья. Привезли готовые деревья и закопали их. Представляете, не саженцы, а сразу готовые. Сколько труда это стоит, чтобы поддерживать эти деревья, чтобы уже взрослые деревья укоренялись. Сколько это денег, сколько каждый саженец стоит, а каждая плитка. Молодец, построил себе памятник нерукотворный, который останется о нем и в будущем. Здесь много детей гуляет, в принципе. Я сейчас 12 часов, людей нету. Вон, видите, все в основном ходят по теньку. Но детей тоже много. Сейчас зайдем в парк, посмотрим, что это такое. Там тоже одно из, можно сказать, чудес. Раньше здесь был пустырь, но с правой стороны вон там находился рынок, в том числе и птичий. Я долго не верил, что Галинский выкупит этот рынок и разместит на этом месте сад. Но это произошло. Просадали два университета. Я ошибаюсь, как они называются конкретно, но технический, по-моему, есть еще технический университет. Он находится в 20 минутах ходьбы или в 30 минутах ходьбы от этого места. Рядышком находится жилищный комплекс Панорама. Тоже считается довольно крутым место. Газоны похожи на газоны гольф-клуба. Такие видел в Штатах. Если чуточку больше остричь, то как раз будет такое для гольфа. Поливают каждый день это все дело. Все зеленое и красивое. Фотографов здесь полным-полно. Вон делают девчонки селфи. Вот как не сделать такой красоте. Где я делал кадр? Ох ты! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Даже легла. В парке Галицкого. В горячем ключе тоже есть такой фонтан. Да, наверное, в каждом городе. Вот эти сеточки для родителей. А вот такой свежающий фонтан здесь. Как раз необходимый в самый разгар лета, чтобы было немного влажно и прохладно. Сколько детей, сколько влюбленных полным-полно. Вода пахнет хлоркой. Белая на цвет. Свежесть отличная. Место назначения съеданий всяких разных. Потому что возникают романтические такие настроения прямо в парке Галицкого. О, вон, наконец, охрана стоит. Меня так подозрительно посмотрел, чтобы я оттуда ушел. Это тоже ведь затраты, правильно, на таких людей. Молодец Галицкий. Еще достопримечательность для малышей. Похлюпать ножками. Отличное место. 10 баллов из 10. А если они будут купаться, вы их будете спасать? Нет. Нет? А вот тогда зачем? Прикоплю. А, вон, понятно. Ну, вон, еще один фонтан. Короче, разнообразие, куча. Единственное, не заметил здесь рядышком кафешек. Нету никаких ни окурков, ни стаканчиков, ни кафешек. Перед парком был магнит. Я купил себе квас и пришел себе с бутылкой большой сюда. Жарко, очень жарко. В Красодаре летом гораздо жарче, чем в горячем ключе. Иду подарка. Надеюсь, что там где-нибудь есть выход. Прикольно. Сверху так капает. Короче, прикольно, как в сказке. Отличная идея назначать встречи в парке Галицкого. Подбираете недвижку в Краснодаре или горячем ключе? Обращайтесь. Есть вопрос по горячему ключу? Пишите. Почему вы не покупаете недвижку через нас? Телефоны в подписи.